27 марта объявили 10 лучших пар. Награды получили самые яркие и вдохновляющие пары российского шоу-бизнеса. Влюблённым вручили статуэтки в виде двух сердец. А они взамен подарили гостям истории своей любви и дали несколько советов для построения крепких отношений. Этот вечер преподнёс немало поводов для ностальгии. Многие вспоминали свою первую встречу. Виктория Дайнека призналась, что познакомилась со своим избранником в социальных сетях. Рассказать о первой любви не решился никто. Александр Эсте объяснил, почему этого не стоит делать, особенно в присутствии жены. Вот никогда не покупайтесь на этот развод. Вот вообще, а то у вас будет развод. Я вспомнил. И сейчас такой, ой, я вспомнил. Что? У меня одна любовь была первая, единственная и навсегда. Это Ассоль. До этого никого не было. Ассоль и Эсте в браке уже 9 лет. Это ещё раз доказывает, что любовь живёт в разы дольше, чем 3 года. Чувства лишь приобретают новый характер. Юлиана Караулова знает это на собственном примере. Ведь поначалу они с мужем прошли более 10 лет дружбы. А сейчас уже шестой год счастливы в браке. Не верю в то, что люди смотрят друг на друга и, в принципе, испытывают такие чувства, как во время конфетно-букетного периода. То есть, конечно, чувства претерпевают огромное количество изменений. Они трансформируются во что-то более глубокое. То есть какая-то такая родственная, наверное, связь. Регина Тодоренко с Юлианой бы поспорила. Свои отношения с Владом Топаловым девушка описывает двумя словами. Фонтан эмоций. Это удивительный квест, который непонятно куда заведёт. Это всегда такая спонтанность. Вот сегодня хорошо, завтра не очень. Послезавтра весело, мы любим друг друга, страсти. А послезавтра мы уже не хотим развестись и убиваем друг друга. Но в целом это очень классно и занимательно. В этой буре чувств главное не перейти грань и не обидеть любимых. А если уж так произошло, не стесняться первым просить прощения. Всегда я прошу первое прощение, потому что он вообще не умеет извиняться. Он извиняется, знаешь, когда... Ты не хотел бы ли ты, Матвей Александрович, извиниться перед некой рабыней? Я работаю над этим. Все люди, которые нас окружают, не случайны. У каждого есть своя миссия и предназначение. По словам Натальи Подольской, Владимир Пресняков преподнёс ей в своё время немало ценных уроков. Вова меня очень грамотно отучил бросать трубки по телефону. Потому что он просто отключал телефон, ну и я больше не могла до него в этот день дозвониться. Это жёсткий урок. Сейчас стало модно вступать в партнёрские отношения, в которых мужчина и женщина занимают одинаковые позиции. А счёт делится пополам. Натан признался, что ему такой подход совершенно не близок. Мэри Гу готова поспорить и не видит никакой проблемы в том, чтобы заплатить самой за себя в ресторане. Я считаю, что когда женщина самостоятельная и реализованная, и зарабатывает на уровне с многими мужчинами, а может быть и больше, то вообще нет никакой проблемы в том, чтобы платить по счёту самой за себя. Этим вечером далеко не все пришли с парами. Катя Адушкина тоже появилась на красной дорожке одна, о чём совершенно не жалеет. Мне нужна свобода. Я хочу кайфовать, тусоваться, хочу погрузиться сама в себя. И я вообще сейчас стараюсь не думать о том, кто тот самый идеальный человек или какие должны быть идеальные отношения. Я фокус внутри стараюсь держать. Совсем недавно Катя объявила о расставании с парнем, который был старше её на 10 лет. Девушка называла эти отношения самыми сложными в своей жизни. Два года эмоциональных качелей вымотали Катю настолько, что сейчас одиночество приносит ей гораздо большее удовольствие. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.